МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале октября во всем мире отмечают Международный день пожилых людей. Узнал, что происходит за кадром, чего не видно во время самих новостей. Юные журналисты побывали в гостях у нашего канала. Красивый спорт, можно показать себя в красивом образе, фигуру атлетов. О том, как прошел всероссийский турнир по бодибилдингу, смотрите в финале выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Люберецкой администрации состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления читались о проделанной работе за прошедшую неделю. С 20 по 26 сентября в правоохранительные органы поступило 1600 обращений граждан. По 24 из них возбудили уголовные дела. Произошло 200 ДТП. Пострадавших нет. Личный состав занимался усилением, занимался еще и другими делами. Никаких резонансов и преступлений у нас не было. За минувшую неделю устранили 36 ям. Отремонтировали тротуар на улице Попова. Площадь работ составила 48 квадратных метров. В рамках работы по содержанию автомобильных дорог было задействовано 86 дорожных рабочих и 37 единиц техники. Проводились плановые работы по очистке и обработке проезжей части, пешеходных тротуаров, подземных переходов. Также проводились работы по помывке остановочных павильонов, дорожных знаков, ограждений. Директор спортивной школы Олимпийского резерва Павел Софьин переходит на работу в Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края. За достижения в Люберцах ему вручили знак отличия «Благодарю» от главы городского округа Владимира Ружицкого. Павел Софьин – российский толкатель ядра, бронзовый призер чемпионата мира 2006 года, многократный чемпион России и Европы, участник Олимпийских игр в Пекине и Афинах. В Люберцах под его руководством тренировались чемпионы России и Европы, мастера спортов, художественной гимнастики, легкой атлетики и каратэ. Айтад Шчерагова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы полностью завершили ремонт дорог, которые вошли в план 2021 года. Заключительные работы прошли на Хлебозаводском проезде. На автомобильной дороге общей протяженностью 620 метров положили новый асфальт. Площадь участка, где прошел ремонт, около 4,5 тысяч квадратных метров. Чтобы справиться с задачей подрядной организации, потребовалось чуть больше недели. С 29 сентября движение автомобилей на этом участке было ограничено. Начало ремонта было 21.09 и вот сейчас заканчивалось. Было подтопление, которое мы устраняли путем подъема полотна. Погодные условия сейчас подходящие для проведения данных работ. Напомню, всего в этом году в городском округе Люберцы отремонтировали 45 автомобильных дорог. Их общая протяженность составила порядка 20 километров. С 1 октября в российском законодательстве вступают в силу ряд изменений. Они коснулись работы системы здравоохранения, социальных выплат и повышения зарплаты отдельным категориям бюджетников. Бесплатные прививки, включенные в национальный кариндаль вакцинации, можно будет сделать не только в государственных, но и в частных клиниках, если они работают в системе обязательного медицинского страхования. Это позволит гражданам вакцинироваться в удобном и привычном месте у специалистов, которому они доверяют. Выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться только на карту МИР. Напомню, ежемесячные пособия могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе. На 3,7% повысит размер окладов военных, проходящих службу по контракту. Изменения коснулись также военных срочной службы, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников фельдегерской службы. Граждане получат бесплатный доступ к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Трансляция должна идти в том же виде, что и по ТВ, без специальных интернет-версий. Сердцу не прикажешь, камень на сердце и сердце в пятке. Большинство поговорок и известных выражений о сердце связано с эмоциями. Любовь, страх или стресс. Каким образом они влияют на главный орган кровеносной системы, узнала моя коллега Айташ Чирагова. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Попасть на приём кардиологу в 32 года Мария Иванова совсем не планировала. Учащённое сердцебиение, тревожности, боли в груди. Симптомы из-за которых Люберчанка оказалась в кресле пациента. На сегодняшний день ваше давление на верхней границе ноги. У Марии Ивановой риск возникновения артериальной гипертонии. Распространённый диагноз, последствиями которого могут стать инфаркт миокарда или сердечная недостаточность. В последнее время начались стрессовые ситуации на работе. И на этом фоне стало как-то беспокоить сердце. Решила пройти обследование. Сказала, что измеряла давление утром и вечером два раза. Контролировала физическую активность, чтобы было побольше отдыха, правильное питание. И спортивные нагрузки, соответствующие здоровому образу жизни. Инфаркты помолодели. И очень часто приходят молодые люди после 30 лет, в районе 30-40. И даже редко бывает и в районе 20-25 лет. Видели мы таких пациентов, которые заболевают ишемической болезнью сердца. И бывают ранние инфаркты. В том числе даже у женщин. К возникновению инфаркта мужчины склонны больше, так как женщин защищают гормоны – эстроген. Однако вести здоровый образ жизни и не подвергаться стрессу рекомендуют абсолютно всем. Прежде всего на фоне стресса активизируются мозговые процессы. А мозг и нервная система регулируют работу всех внутренних органов, в том числе и сердца. Поэтому, как ответная реакция на стресс, у людей возникает частое сердцебиение, суживаются сосуды, возрастает частота сердечных сокращений. Современных методов диагностики болезни сердца в Люберецкой областной больнице много. С их помощью можно распознать патологии на ранней стадии и предотвратить развитие болезни. Главное – регулярно проходить обследование и не игнорировать сигналы от организма. Айтадж Чирагова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. К Всемирному дню сердца в детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства прошел праздник для маленьких пациентов. Спортсмены провели с детьми зарядку и подарили им подарки. Подробнее в нашем сюжете. Пациентке детской больницы Яне Лаврушенко 7 лет. Она впервые лежит в стационаре одна, без родителей. У девочки частая потеря сознания. Сейчас она проходит комплексное обследование. Сначала мне было страшно, когда я только зашла, а потом я привыкла, и мне уже не страшно. Чтобы дети не сильно скучали от разлуки с родными, в больнице оборудовали игровую комнату. Здесь дети рисуют, играют и общаются со сверстниками. В День сердца ребят навестили волонтеры из медицинского колледжа. Они провели зарядку. Ведь именно физкультура полезна для сердечно-сосудистой системы. Представители Росмоллспорта рассказали ребятам о здоровом образе жизни. И показали, что они умеют благодаря занятиям физкультурой. Дети особенно обрадовались, что спортсмены пришли не с пустыми руками. Мы подарили деткам то, что им необходимо, чтобы они могли проводить здесь весело и с толком время. Это гофрированная бумага, большое количество разукрашек, клея, карандашей и всего подобного. Я уверен, что все подарки будут применены с толком, и ребята сделают хорошие из них игрушки. Нам спорт очень близок, поэтому мы всегда за, чтобы молодому поколению немножко дать напутствующие слова, вручить какие-то сувениры, ну и, собственно, своим примером что-то показать. Навестили детей и представители администрации городского округа Люберцы. Для детской больницы они подготовили памятный подарок – книгу сказок. Будьте здоровы, счастливы и удачливы. А родителям желаю, чтобы ваши дети всегда были здоровы, и как можно больше времени вы с ними находились на свежем воздухе и приобщали их к занятию физкультурой и спортом. Теперь маленькие пациенты будут помнить о важности спорта. Им всегда будет чем заняться в стенах Московского областного центра охраны материнства и детства, помимо лечебных процедур. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В начале октября отмечают Всемирный день уролога. Это профессиональный праздник врачей, которые занимаются лечением и диагностикой заболеваний органов мочевыводящей системы. В городском округе Люберцы на базе Московского областного центра охраны материнства и детства находится единственное в Подмосковье детское урондрологическое отделение. Его возглавляет Андрей Суходольский. Недавно детский врач получил благодарность президента России. Чем отличился герой в белом халате, расскажет наш корреспондент. Сейчас у нас в операционной 10-летний мальчик. Который к нам попал довольно-таки поздно, что нас немного расстраивает. Заболевание уже в такой относительно запущенной стадии. У ребенка сложный порог развития, подковообразная почка. Операция предстоит сложная и трудоемкая. Почки ребенка сращены между собой нижними полюсами. Устранять врожденный порог врачи будут с помощью лапароскопии. Хирургическое вмешательство минимальное, но работа колоссальная. Мы истекаем сложный участок мочеточника и заново накладываем, сшиваем лаканку с мочеточником, улучшая отток мочи из почки в мочевой пузырь. Мама пациента Мария Зеленцова в это время находится в палате. Читает молитву и переживает. Но в целом, признается женщина, душа спокойна. Ребенок в надежных руках. Зная то, что делает операцию Андрей Андреевич, чувствую себя как-то увереннее. Великолепный врач, внимательный. Все очень хорошо объясняет. К детям относится просто профессионально, с добротой. А Татьяна Мальцева в соседней палате уже прошла этот этап. Сегодня пятый день после операции ее полуторагодовалого сына. В Люберце маленький Миша приехал лечиться из подмосковного Пушкина. Очень довольна, что поправляю Андрею Андреевичу. Большое ему спасибо. Операция прошла хорошо. Уже ребенок активный. Идем на поправку. И таких благодарных пациентов у Андрея Суходольского тысячи. Ведь он возглавляет единственное в Подмосковье детское урандрологическое отделение. За помощью сюда приезжают маленькие пациенты не только со всего столичного региона, но и из разных уголков России. Из всех пороков развития, которые бывают в принципе у человека, более трети приходится на пороки развития мочеполовой системы. Поэтому потребность очень колоссальная. И получается отделение всегда полное. Мы делаем очень много операций. Именно поэтому важно, чтобы работа отделения не останавливалась ни на день. Во время пандемии коронавируса прием пациентов здесь не прекращался. Более того, Андрей Суходольский со своей командой выезжал в ковидные госпитали. Лечил детей с коронавирусной инфекцией, у которых было обострение заболеваний мочеполовой системы. У нас была тесная взаимосвязь с другими городами, с другими больницами Московской области. И дети с патологией мочевой и половой систем получали хорошую квалифицированную помощь. На протяжении всего этого времени пока продолжалась, ну и до сих пор продолжается эпидемия коронавирусной инфекции. Высокий профессионализм Андрея Суходольского отметили на втором съезде детских врачей Московской области. Губернатор столичного региона Андрей Воробьев вручил детскому урологу благодарность от президента Российской Федерации. Андрей Андреевич возглавил работу по оперативному распределению пациентов отделения в перепрофилированные учреждения Подмосковья. Это заслуга всего коллектива, уверяет детский врач. Ведь без помощи коллег невозможно добиться успеха и получить самую высокую награду здоровых и счастливых пациентов. Приятно смотреть на радостных детишек, которых мы выписываем. Действительно ради этого стоит жить и этим стоит заниматься. Луиза Игия Зарян, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ. 27 сентября свой профессиональный праздник отметили работники дошкольного образования. Почетные награды педагогам округа вручила начальник управления образования Виктория Бунтина. Как поздравили воспитателей юные жители округа, расскажет наш корреспондент. Праздничный концерт – результат работы Татьяны Таиповой. Уже пять лет она ставит вокальные и танцевальные номера в детском саду номер 129. Под ее чутким руководством не страшно выступать даже самым застенчивым ребятам. В детстве Татьяна Таипова мечтала стать артисткой, но привязанность к детям оказалась сильнее. Теперь совмещает два любимых направления – музыку и работу с дошколятами. После окончания института я пришла работать в детский сад и поняла, что это мое призвание, потому что я люблю детей, люблю преподавать. На самом деле это счастье – работать с детьми. 27 сентября свой праздник отмечают не только воспитатели, но и все те, кто делает жизнь детей в саду комфортной, безопасной и вкусной. Это няни, медсестры, повара. Работать с детьми – ведь это непростой труд. И он обязывает ко многому. Это гиперответственность за то, чтобы ребенок не только оставался в безопасных условиях пребывания, но еще его надо за это время, пока родители на работе, научить чему-то. Конечно, вкусно накормить. Я вас поздравляю от всей души. Главные поздравления прозвучали от воспитанников детского сада. Они подготовили для любимых воспитателей песни, танцы и стихи. Поздравляем педагогов наш веселый детский сад! Воспитателям вручили почетные награды Московской областной думы, главы городского округа Люберцы и управления образованием. Анна Слайковская, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. 1 сентября в поселке Красково открылся детский сад номер 96 «Радуга». Министр образования Московской области Илья Бронштейн познакомился с его воспитанниками и поздравил воспитателей с профессиональным праздником. Подробнее в нашем сюжете. Ставь на рельсы, как он поедет? Ребята подготовительной группы показывают свои любимые игрушки. У девочек куклы и коляски, у мальчиков машинки и паровозы. Ладе Зайденберг особенно полюбился кукольный домик. Он красивый, в нем можно играть с куколами. Дети ходят в сад меньше месяца, но уже чувствуют себя как дома. Ребята успели полюбить садик и завести друзей. Все они разные, но воспитательница Лидия Сотник каждому нашла подход. Я очень люблю детей. Мне нравится с ними работать, развиваться. Детки у нас очень хорошие. Сразу мы нашли общий язык с родителями, с детками. Министр Илья Бронштейн проверил оснащение нового сада и поздравил воспитателей и всех работников дошкольного образования с праздником. Педагоги исполнили гимн своей профессии. Детский сад – профессия, детский сад – семья, детский сад – это жизнь, это жизнь моя. Бог дал нам самую замечательную профессию, дал нам возможность все время быть окруженными искренней добротой и искренней любовью. С праздником! С праздником, дорогие коллеги! Цветы и праздничный торт – все самое лучшее для педагогов в этот день. Благодаря воспитателям дети ходят в садик с удовольствием. Педагоги умеют заинтересовать малышей, а главное – любят своих воспитанников. Воспитатель – не просто профессия, это призвание. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Больше спорта. В гимназии номер 41 прошел спортивный праздник. На нем торжественно открыли новые площадки для командных игр. Как школьники оценили физкультурные сооружения, расскажем в нашем сюжете. Педагоги 41-й гимназии и такое могут. На собственном примере показывают детям, как важна спортивная подготовка. Ученики занимаются физкультурой два раза в неделю. Любимое школьное состязание – футбол. В него играют и мальчики, и девочки. Новое футбольное поле оценили с сознанием дела. Да, я видела. Он очень красивый, мне он понравился. Потому что в нем хорошее покрытие, искусственные травы. Будет удобнее играть в футбол. Я люблю играть в футбол. Можно теперь каждый день и всегда идти на тренировки по футболу. Мне нравится еще баскетбольная площадка очень сильно. Потому что я очень люблю играть в баскетбол. Раньше там был разбитый ассальто, сейчас там очень хорошее покрытие. Помимо футбольного поля на школьном стадионе появились баскетбольная и волейбольная площадки, а также зона для воркаута, где дети занимаются физкультурой в учебное время и упражняются на гимнастических снарядах после уроков. Реконструированная спортивная площадка даст возможность заниматься еще больше, еще лучше спортом. А спорт – это ваше здоровье, это залог успеха во всем. Желаю вам всем спортивных побед. После торжественного открытия ребята вместе с представителями администрации округа проверили новый стадион в деле. На футбольном поле и на баскетбольной площадке прошли первые матчи школьных команд. Здесь была старая хоккейная коробка, которая без покрытия была, просто бетонное такое ограждение было. Ну а теперь появилось новое спортивное ядро. На этом не останавливаются. В планах построить на территории гимназии полосу препятствий, чтобы все спортивные испытания школьникам были по плечу. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Засветись и сохрани себе жизнь. В гимназии номер 56 сотрудники ГИБДД провели урок по безопасности дорожного движения. Юным люберчанам рассказали, что нужно сделать для того, чтобы водитель заметил пешехода в темное время суток. На занятии побывали и мы. Мы собрались с вами поговорить о том, о дорожной безопасности. Это же выделили слово о детской дорожной безопасности. С наступлением осени темнеть стало рано. Переходить дорогу в темное время суток опасно. Водитель может не заметить человека. Как для детей, так и для взрослых существует несколько важных правил. Предлагаем пешеходам, участникам дорожного движения использовать в своей одежде более яркие цвета. Яркие в том плане, чтобы они были видны водителям транспортного средства. Ну и кто одевается в темные цвета. И также с целью, чтобы себя обезопасить детей, взрослых, предлагаем, рекомендуем настоятельно использовать в своей одежде светоотражающие элементы. Чтобы проверить качество светоотражающего элемента, нужно сфотографировать его на телефон, используя вспышку. Хороший отражатель на снимке будет засвечен. Вот такой принцип светоотражающего элемента. Брелок или стикер на липучке у многих школьников светоотражающие элементы висят на рюкзаках. А чтобы еще больше обезопасить детей, сотрудники ГИБДД подарили им светоотражающие браслеты. Три, четыре, молодцы! На занятия пришли и юные инспекторы ГИБДД Люберец. Ребята напомнили второклассникам о главных правилах дорожного движения. Нам подарили такие наклейки, чтобы мы их приклеили и всегда знали, что надо соблюдать правила дорожного движения. Сначала надо налево посмотреть, потом направо. Нужно переходить дорогу только на зеленый цвет. Еще нам показали видео «Засветись», чтобы быть заметными на дороге. А еще я это расскажу своей младшей сестре. Социальный раунд «Засветись» будет проходить на территории Московской области до 24 октября. Это поможет снизить количество аварийных происшествий на дорогах. «Засветись», «Засветись», «Засветись». Айтад Шчерагова, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ. Журналистское сообщество городского округа отметило юбилей 90 лет со дня основания Люберецкого радио. Оно появилось одним из первых в Московской области в сентябре 1931 года. Историю становления радио коллектив редакции вспоминал вместе со своими коллегами. Говорят люберцы. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует радио Люберецкого региона. Это приветствие произносится из редакции Люберецкого радио уже 90 лет. Сложно даже представить, сколько за почти вековую историю в этих стенах записано программы интервью. Коллектив современной редакции бережно хранит традиции и продолжает вести рубрики, созданные еще их предшественниками. Они оставили для нас такой большой архив, ценнейший архив, которым мы пользуемся до сих пор. Ну и сами, конечно, мы все время на стрёме, все время в дороге, все время в работе. Всю работу делают два человека. Главный редактор Ольга Щевелева и корреспондент Марина Лазарева. Они и журналисты, и звукорежиссеры, и системные администраторы. Привыкли все делать сами. Сегодня в редакции непривычно много людей. Повод особенный. 90-летие Люберецкого радио. Сохранилась заметка в газете «Ухтомский пролетарий», номер 26, от 2 сентября 1931 года, где речь идет о работе радиоузла. Почтенный возраст Люберецкого радио выдает не только заметка в газете, но и аппаратная, где с современной техникой соседствуют ретро-приборы. В Подольске сохранилось радио, в Люберцах полноценное радио. И закрыли в мытищах, но потом быстро одумались. Это о чем свидетельствует? Во-первых, о том, что вы преданы своей профессии. И во-вторых, о внятной, разумной, обоснованной какой-то информационной политике местных руководителей. А еще это говорит о том, что радио нужно людям. Об этом не понаслышке знает Галина Талалаева, которая проработала здесь главным редактором 20 лет. Я безмерно счастливый человек, что в моей жизни была эта редакция, остается в сердце моя любовь к Люберецкому радио. Я даже после того, как ушла на пенсию, иногда домой звонят, я отвечаю, «Люберецкое радио слушаю». С большим юбилеем сотрудников радио поздравили представители власти и коллеги по журналистскому цеху. Генеральный директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева вручила коллективу благодарность от общественной палаты округа. За активную гражданскую позицию, профессионализм, высокий вклад в развитие СМИ, формирование информационной политики на территории городского округа Люберца и в связи с 90-летием… Празднование дня рождения радио выпало на 15-ю медианеделю городского округа Люберца. И всю неделю сотрудники СМИ принимают участие в различных встречах, конференциях и праздниках, объединяющих представителей этой отрасли. В Подмосковье обсудили медиаобразование детей. Руководители телевизионных школ и студий вместе с юными репортерами встретились в городе Жуковском, обменялись опытом и поставили новые задачи. В семинаре приняли участие и сотрудники нашего телеканала. Молодые и амбициозные журналисты с юного возраста решили связать свою жизнь с телевидением. Полина Скопцова пока не определилась, кем хочет стать – корреспондентом или сценаристом. Время на раздумье есть. В телестудию Полина пришла год назад. На самом деле все получилось очень спонтанно. Я в комнате еще летом отдыхала. Заходит мама, показывает объявление в WhatsApp. Говорит, вот хочешь? Я говорю, ну давай попробуем. И вот как-то все завязалось. Очень, на самом деле, интересно, познавательно. Семен Черков освоил профессиональную камеру в студии детского телевидения «Взлет». Будущую профессию молодой человек уже выбрал. Будет телеоператором. Я уже здесь учусь четвертый год. Вот на первый урок мне очень понравилось. Я сказал, ну да, я буду дальше сниматься. Ребята сами снимают, пишут, монтируют, создают телевизионные проекты. На занятиях опытные журналисты учат детей работать по-взрослому. Детские телевизионные студии действуют в разных городах Московской области. Мы сейчас изучаем телепроизводство на всех этапах. Это объединение, которое занимается в основном видеопроектами, медиа-проектами, ландовиками, современными медиа-форматами. Такие встречи позволяют обмениваться опытом. Одни существуют уже 15 лет, другие только начинают свою работу. Главная задача каждого – научить детей ориентироваться в современном потоке информации. От Союза журналистов Подмосковья поступило предложение создать ассоциацию руководителей медиа-объединений области. Так появится больше возможностей для реализации творческих проектов. Сегодня очень разные, такие яркие, полярно разные по подходам были выступления. Общими усилиями мы создадим такую ассоциацию. Она будет работать на пользу всех. Дополнительное образование в сфере медиа помогает детям не только освоить профессию мечты, но и улучшает успеваемость в обычной школе. Учит держаться перед публикой и грамотно выражать свои мысли. Формирует навыки, которые будут полезны в любой сфере жизни. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Юные журналисты на ЛРТ. В редакции телеканала побывали ученики Люберецкой студии телевизионного мастерства «Кадр». Это мероприятие прошло в рамках 11-й медианедели Подмосковья. Экскурсию для ребят провели главный редактор Елена Кирсанова и мои коллеги. Итак, я вас рада приветствовать на телеканале ЛРТ. Это Люберецкое районное телевидение. В этом году наш канал отмечает 15 лет со дня своего основания. Впервые дети оказались по ту сторону экрана. Здесь можно узнать из первых уст, с чего начинается телепроизводство, какими качествами должен обладать настоящий профессионал. И побывать в самом сердце телеканала, в аппаратной. 5, 4, 3, 2, 1, вошли. Отсюда идет вещание на весь округ. Ведущий работает в прямом эфире. У юных репортеров появилась возможность задать вопрос человеку, которого они только что видели по телевизору. Меня зовут Написо. А как у вас получилось прийти на телевидение? Я всегда хотел работать либо на радио, либо на телевидение. Для этого приходилось очень много читать. Читать желательно, конечно же, вслух. Работа ведущего – это еще не все. На телеканале много других людей, которые участвуют в телепроизводстве. Это корреспонденты, монтажеры, операторы. Они тоже поделились своим профессиональным опытом. – Нравится ли вам эта работа? – Да, мне нравится работа. Когда я монтирую, я люблю начинать, например, с адресников. То есть, если у нас это съемка на улице, мы можем показать большой такой общий план. Самой интересной частью экскурсии стала работа в студии. Молодые журналисты примерили микрофон и попробовали себя в роли ведущего новостей. – Поехали. – В гимназии 41 прошел спортивный праздник. Рассказать новость с первого дубля получилось не у всех. Многие слова не поддавались произношению. Оказалось, что работать ведущим не так просто, как выглядит в информационных выпусках. – То чувство, когда ты стоишь, и там вот суфлер, и ты должен читать, при этом еще следить за интонацией. Это очень сложно, но при этом очень интересно. – Мне, наверное, больше всего запомнилось, как я была в стиле ведущей. – Эта экскурсия мне очень понравилась. Узнал, что происходит за кадром, чего не видно во время самих новостей. Экскурсия прошла в рамках 11-й медианедели Подмосковья. В эпоху современных технологий дети получают огромное количество информации из самых разных источников. Медиаобразование помогает подросткам ориентироваться в информационном потоке, а также сделать осознанный выбор своей будущей профессии. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В начале октября в России отмечают День пожилого человека. Этот праздник имеет международный статус. Его учредила Генассамблея ООН в 1990 году. В Люберцах для представителей старшего поколения в этот день организовали праздничные концерты. Один из них состоялся на главной сцене округа в актовом зале Дворца культуры. В России Международный день пожилого человека стали отмечать через год после его учреждения. Это празднование стало юбилейным. Уже в 30-й раз в нашей стране чествуют седовласых виновников торжества. По традиции представители старшего поколения собрались в Люберецком Дворце культуры. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Бодрова не пропускает ни один концерт в честь праздника пожилых людей. Есть еще один повод встретиться с ровесниками. Хорошую жизнь мы прожили. Лучше не надо. Но будем стремиться еще к лучшему. Дай Бог всем дожить до ста и дальше подумать, нужно еще или нет. Виновников торжества порадовали своими выступлениями детские творческие коллективы. Со сцены прозвучали поздравления от представителей духовенства и руководства городского округа Люберцы. Разрешите мне по поручению главы городского округа Люберцы Владимира Петровича Ружицкого поздравить вас с этим праздником и пожелать самое главное – бодрости, духа, желания всегда идти вперед в любом возрасте. И чтобы каждый прошлый день и следующий день приносил вам радость. Проводить свои дни с интересом и пользой представителям старшего поколения помогает клуб «Активное долголетие». Чтобы познакомить своих ровесников с губернаторским проектом, члены сообщества провели в фойе Дворца культуры мастер-классы. Чтобы кто сюда пришел, посмотрели и тоже приходили в «Активное долголетие», участвовали в кружках. Во-первых, это интересно. Во-вторых, это общение. Да, самое главное – общение с людьми. А еще самое главное для них – это внимание. 1 октября – как раз одна из тех дат, которая призвана напомнить об этом. И, судя по восторженным лицам гостей, у организаторов праздника это получилось. Спасибо за заботу о ветеранах, заботу о старшем поколении. Спасибо за то, что не забываете нас. Луиза Егия-Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В День пожилого человека представители старшего поколения были не только зрителями на праздничных концертах. Виновники торжества и сами вышли на сцену, чтобы показать свои таланты. В Люберецком Дворце культуры прошел областной вокальный фестиваль. В нем приняли участие подопечные комплексных центров социального обслуживания из 14 округов Подмосковья. За выступлениями артистов наблюдали мои коллеги. На Люберецкой земле Раиса Борисова выступает впервые. За плечами участницы художественной самодеятельности из Одинцова многочисленные победы на областных конкурсах. На фестивале «Созвездие талантов» она выступила в номинации «Сольное пение». Я самородок. Я хотела, стремилась на вокал пойти, но все жизненные обстоятельства, вы знаете, что не даю. И я вот сама по себе, какая я есть. Я так и пою. Отсутствие музыкального образования не помеха, чтобы выйти на сцену. Однако выступления артистов оценивают профессионалы – педагоги по вокалу, хармейстеру, руководители ансамблей. Задача предстоит сложная – выбрать в каждой номинации троих победителей. Мы сегодня подарим им хорошие призы всем конкурсантам, все, кто участвует. Наш центр сегодня никто не представляет, потому что это было бы не объективно. Мы сегодня только смотрим, награждаем другие муниципалитеты, потому что наши участники от нашего муниципалитета, они ездили уже, побеждали. Кроме сольных артистов выступили музыкальные коллективы. Ансамбль «Верные подруги» приехал из Видного. Перед выходом на сцену – финальная репетиция. Ансамбль наш называется «Верные подруги». Ансамбль наш существует уже очень давно. Раньше мы назывались «Фронтовые подруги», потому что в нашем ансамбле были женщины-участники Великой Отечественной войны. Сейчас их многих нет, но некоторые остались усь участники. Раньше мы пели в основном песни фронтовые, военные. Сейчас мы поем песни буквально всякие. Областной вокальный фестиваль для представителей старшего поколения прошел в День пожилого человека и День музыки. Лучшего способа отметить двойной праздник не придумаешь. И сердце мочее, у земли моей и у меня. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. По волнам поэтических строк отправились члены клуба в кругу друзей. Встреча поэтов и слушателей состоялась в Красковском культурном центре в рамках программы «Активное долголетие». На литературно-музыкальном вечере побывала и наша съемочная группа. И будто распростерлись над тобой могущественные чьи-то тени. Музыкальному дуэту времена года уже пять лет. Любовь Барашкова, композитор Зайтун Гельмуддинов, автор стихов. Музыканты – постоянные участники поэтических вечеров в кругу друзей. Нам здесь нравится. И атмосфера очень приятная. И завсегда тваем и так, этого клуба. Тут очень много познавательного, интересного. Потом мы выступаем здесь. Много интересных людей. В таких литературно-музыкальных гостинах собираются поэты, барды, музыканты и слушатели. Каждую встречу новое стихотворение представляет член Союза писателей России Виктор Марков. Руководитель поэтического клуба Татьяна Беличева тоже читает стихи собственного сочинения. Очень приятно, что люди приходят. И именно здесь происходит круг общения. Люди встречаются с интересными людьми. Встречи проходят каждую четвертую пятницу месяца в Красковском культурном центре. Двери литературной гостиной открыты для всех желающих. Здесь всегда рады гостям. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Жители и гости городского округа Люберцы окунулись в мир русских традиций. В парке Наташинские пруды состоялся фестиваль «Народные потехи». Праздник в славянском стиле каждый год проводят представители молодежного клуба. Этот фестиваль стал седьмым по счету. Звучание гусли сегодня услышишь достаточно редко. Разве что на деревенском празднике или на концертах фольклорных ансамблей. Жители Люберец насладились звуками древнего музыкального инструмента в парке Наташинские пруды. Мы услышали в окно, что есть такой праздник, и все прибежали сразу. Пока взрослые слушают народную музыку, дети знакомятся с русскими играми и забавами. Вот как развлекались на Руси без гаджетов и интернета. А вот другая игра, точнее игрушка-кубарь. Историки уверены, что такая забава пришла к нам от первобытных людей. Движения для закручивания юлы похожи на те, которые необходимы для добывания огня. Этот деревянный волчок использовали на Руси с древнейших времен. Да, наша народная игра, даже Пушкин про нее писал. Что мы делаем? Мы запускаем кубарь, он у нас крутится, и дальше к нотикам его подгоняем. На этой же площадке проходят мастер-классы для детей, которые хотят научиться делать своими руками различные сувениры. Расписывать деревянные заготовки так, как это делали в древние времена. Сейчас расписываем декоративную досочку по жестовскому стилю. Жестовский стиль характерен черным фоном и цветочной композицией на нем. Идейный вдохновитель фестиваля – молодежный клуб городского округа Люберцы. Впервые такой праздник прошел в 2014 году. С тех пор он стал традиционным и ежегодным. Исключение было лишь в пандемийном 2020-м. Радует то, что мы привлекаем именно народной музыкой это все. То, что люди интересуются, то, что люди приходят, то, что люди, несмотря на погоду, несмотря на дождь, на изморозь. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды, поэтому мы рады, что людей сегодня здесь много. Проведение таких праздников – еще один способ напомнить молодежи о своих корнях и культурных традициях. Главная цель организаторов фестиваля – сохранить уникальную самобытность русского народа. Первый октября – Международный день музыки. Колыбельная, свадебный марш или просто хитовая песня. Музыка есть в жизни каждого человека. Как мелодия, пение и игра на инструментах влияют на мозг и организм. Наша съемочная группа пообщалась с преподавателями академического вокала. Евгений Саулин – мастер спорта по тяжелой атлетике, штангист и оперный певец. Сейчас он преподает в детской музыкальной школе номер два. Спортивное прошлое помогает Евгению в музыкальном настоящем. Ведь связь физической подготовки и академического вокала прямая. Когда ты закончил академию физкультурную, естественно, это очень помогло разобраться в физиологии вокала. При пении не только идет продувание всего организма за счет вентиляции легких, идет работа диафрагмы, работа мышечная пресса. Вокал – это не только искусство, но и профилактика простудных заболеваний. Дыхательные пути очищаются, а легкие у певцов более развиты. Для этого нужно регулярно выполнять вокальные упражнения. Одни из них – шарик и вакуум. Вот вакуум, дыхание, полный вдох, полный выдох, втягивание в живота. Очень хорошо помогает, это укрепляет постуральные мышцы. Постуральные мышцы – это внутренние мышцы организма нашего. Лежа на кровати, проснулись. И вот лучше всего сделать от 15 до 20 повторений таких. Медицинский шарик. Всем советую это упражнение. Сдувать, надувать его, сдувать. Дыхательная гимнастика насыщает кровь кислородом. По этой же причине вокалисты выглядят моложе и живут дольше. Музыка влияет и на эмоциональное состояние человека. Грустная или веселая мелодия с утра задают настроение нашему дню. Музыка спасает. Просто момент такой, это такой антидепрессант. Начинаешь вот здесь петь, кого-то распевать, а тем более, если вдруг ты понимаешь, что ты видишь результат своей работы в ребенке. По духу, ой, колокольчик поет, по духу, да подвижай. На примере своих учеников Евгений Саулин наблюдает, как музыка влияет на организм. Мария Ященко вокалом занимается 8 лет. За это время она прекрасно натренировала память. Ведь иногда приходится заучивать крупные музыкальные произведения. Я так думаю, но учителя тоже мне говорили то, что у меня хорошая память, то, что я быстро учу стихи, рассказываю их с выражением. На самом деле музыка имеет огромное влияние на организм человека и на его жизнь в целом. Пение, игра на музыкальных инструментах или прослушивание мелодии только улучшают самочувствие человека. Это подтверждают как опытные, так и начинающие музыканты. Айтар Шчерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошел всероссийский турнир по бодибилдингу и фитнесу памяти Сергея Зайцева. Путь чемпиона СССР по силовому троеборью и культуризму начинался в Люберцах в одном из первых и старейших атлетических клубов России «Титан». В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов, как титулованных, так и начинающих. С некоторыми из них познакомились мои коллеги. После десятилетнего перерыва Люберцы возродили одну из своих спортивных традиций. Родина российского бодибилдинга вновь стала площадкой проведения турнира «Титан». Главная цель организаторов – повысить интерес к этому виду спорта и напомнить о нем. В 70-80-е годы, особенно перед алипиадой, это движение было очень популярно и было направлено на подготовку молодых ребят к службе в армии. Был какой-то спад определенное время, не знаю, с чем это связано, а сейчас мы видим все-таки возрождение этого, и с каждым турниром участников становится все больше и больше. А коренной Люберчанин Юрий Новиков с бодибилдингом всю жизнь начинал карьеру еще в 70-х. Сейчас спортсмену 59 лет. За год он выступает как минимум в шести турнирах. Возобновление «Титана» для чемпиона Европы по бодибилдингу – долгожданное событие. В последний раз в 2010 году на нем выступал, а он у меня вторым тогда стал. И вот в этом году он обновился, дай бог, будет, может быть, каждый год проводиться. Очень хороший турнир. Я думаю, что со временем будет много народу ходить на него. Кроме тяжелого мужского бодибилдинга были представлены категории для женщин – фитнес-бикини или пляжный бодибилдинг. Новые направления, которые пользуются сегодня большой популярностью. Легкая спортивная форма без перебора мышечной массы. Это, конечно, нравится большинству людей, потому что тяжелый или профессиональный бодибилдинг – это все-таки удел узкой прослойки населения. Мне нравится это, наверное, не всем или понимают это не все. Поэтому такие легкие категории, они сейчас, скажем, получают больше популярности. География участников масштабная. Воронеж, Тула, Ростов, Волгоград, Челябинск. Больше всего спортсменов из Москвы и Московской области. Для Марины Майорова и Солнечногорской, Даны Коловановой из Подольска «Титан» – один из первых турниров. В карьеру фитнес-моделей девушки начали недавно. Красивый спорт. Можно показать себя в красивом образе. Фигуру атлетов. Спортивная атлетическая. Для жизни тоже приятно, красиво иметь. Мотивировать людей. Для себя тоже мотивация. Ты видишь свою форму, как она меняется тело. Хочешь еще больше, еще лучше. Наблюдать за своим процессом. То есть, как у тебя меняется форма. Это красиво, интересно. Отныне «Титан» вновь станет традиционным турниром. Соревнования, посвященные памяти чемпиона СССР по силовому троеборию и культуризму Сергея Зайцева, будут проводить каждый год. Уизия Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Зимние сапоги и куртки можно пока отложить. В столичный регион пришло бабье лето. Об этом сообщили в центре погоды ФОБОС. Москва и Московская область остаются под влиянием скандинавского антициклона. Атмосферное давление высокое. Это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. В Люберцах будет облачно, но солнце все-таки порадует своим осенним теплом. Ночью температура воздуха от 1 до 6 градусов, днем прогреется до 14. Ветер южный до 7 метров в секунду. В парках городского округа можно прогуляться и насладиться сухой погодой. Золотая осень – отличная возможность провести фотосессию на ярком фоне красочной природы. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова